Правду говорят, что выстрелы с Торнадо С соизмерим с ядерным оружием. Да, полный залп данной машины соизмерим и является вторым по показателям после применения ядерного оружия. Вы, наверное, скажете, где ядерный взрыв и где залп, пусть даже самый мощный, из современных «Катюш». Конечно, с точки зрения размеров зоны поражения и масштабов разрушений, ядерное оружие единственное в своем роде, и слава богу. Но если стоит задача стереть с лица земли укреп район противника или уничтожить разом целое подразделение вражеской бронетехники, вот тут реактивная артиллерия – настоящая королева войны. Насколько я понимаю, мощность взрывчатого вещества в ракете до сих пор засекречена. Но хотя бы приблизительно вы можете сориентировать? В момент выстрела оттуда вылетают килограммы, сотни килограммов, тонны. Полный залп «Торнадо-С» и «Смерча». Отсюда вылетают тонны, несколько тонн взрывчатого вещества. И полный залп накрывает площадь 67,6 гектара, где практически не остается ничего способного сопротивляться. 67 гектаров – это около 100 футбольных полей. Чтобы зачистить под корень такую большую территорию, нужен всего-то один единственный залп комплекса «Смерч» или его новейшей версии «Торнадо-С». И тут надо объяснить, что весь комплекс состоит из четырех машин. Первая – боевая машина с пусковой установкой. Вторая – транспортозаряжающая, она перевозит снаряды и заряжает ими боевую машину. Третья – командная, именно из нее идет управление огнем. И, наконец, четвертая – собирает метеоданные.